Так, ну что, поехали. Давайте посчитаем какую-нибудь производную, какую-нибудь обратную функцию. Давайте я действительно с логарифма начну. Это как-то мне сюжет наиболее симпатичный. Номер 1, пункт С. Вот у нас есть функция логарифм Х, и я хочу посчитать от нее производную. Что мне известно? Мне известно, что логарифм — это функция обратная к экспоненте. Давайте я буду писать так. Мы использовали в лекции, и здесь в формулировке теоремы 1 использовали обозначение, что у меня обратная функция переводит Y в X. Поэтому давайте я то же самое сделаю. Я буду писать, что я хочу найти производную функцию логарифм Y, а, соответственно, это обратная функция к функции E в степени X. Давайте попробуем это сделать. Что мне нужно сказать? У меня есть функция f от X равняется E в степени X, g от Y равняется логарифм Y. И я хочу использовать обычную формулу, которая в начале источка написана, которую мы выводили на лекции. Значит, что производная G' в какой-то точке Y, 0, допустим, это есть единица разделить на производную F' в точке... В какой точке? Значит, нужно картинку нарисовать. Значит, тут у меня есть Y, 0, и я хочу найти производную в этой точке. Это означает, что мне нужно брать величину обратную производной F. Значит, вот так вот у меня F, а в обратную сторону у меня G. Значит, в какой точке мне нужно брать производную? G от Y, 0. Да. Значит, мне нужно... Вот я работаю в точке Y, 0. Мне нужно прогуляться вот сюда, в X. Это делается ровно с помощью функции G. И вот в этой точке брать производную прямой функцию. Значит, это будет F' в точке G от Y, 0. То есть, иными словами, это будет такая штука. Значит, давайте смотреть. F' от X, чему равняется? E в степени X. E в степени X. Значит, мне нужно взять единицу, разделить на E в степени. И вот что мне сюда нужно подставить? Значит, мне сюда нужно подставить G от Y, 0. То есть, значит, кто такое G? G – это как раз наш логарифм. Значит, что получается? Ну, E в степени L от Y. Да. То есть, получается, единица разделить на E в степени натурального логарифма от Y, 0. А что такое E в степени натурального логарифма от Y, 0? Y, 0. Это просто Y, 0. Поэтому получается, что получается вот такая штука. Извините, пожалуйста, можно вопрос? Да, давайте. А что, если просто взять функцию, как и записано в условии, там у нас… То есть, сказать, что Y равно LN от X, да? И воспользоваться теоремой. Так что мы перенесем… Смотрите, у нас же там… Можете, пожалуйста, записать формулировку теоремы после первого равно? Так, сейчас, значит… Ну, вот теорема была такая… Ну, что, то, что производная, обратная и функция… Ну, вот я, по-моему, в точности вот это и написал. Вот смотрите. Значит, вот то, что есть в листочке… Ну, давайте я сейчас попробую просто сюда это перенести из… В общем, если вы откроете семинарский листочек, то вы увидите там в точности такую же формулировку. Да, но… Единственное, что здесь F-1, а я же обозначаю просто для экономии. Хорошо, да. Но я мог бы, не знаю, начать с производной от… Сказать, что производная от логарифма X равна… И дальше пойти писать, то есть без переобозначения. Ну, вас смущает переобозначение X в Y? Да, меня это смущает. Ну, пожалуйста, только вам все равно нужно будет как-то обозначать… Ну, хорошо, значит… Обратную, ну, обратную и дальше. Логарифм X в штырих. Ну, что, во любом случае нужно будет как-то так написать. Единицы разделить. Во любом случае нужно будет как-то… Ну, как бы… Понимаете, если вы во всей формуле заменяете X на Y, то от этого ничего, вообще говоря, не меняется. Значит, можно написать так. E в степени логарифм X. Тоже будет правда. Можно вопрос. Можно комментировать, что если у нас есть функция J от EREC, но он тральный логарифм, то обратная функция – это если X или мы это считаем по определению логарифма? Это определение логарифма, это определение логарифма. То есть это не надо по работе комментировать? Нет, не надо, нет. Это просто… Ну, как бы, если вам нужно из этого что-то извлечь, то можно про это сказать. Но, в принципе, логарифм определяется как функция обратная к экспоненте, а не как по-другому. Ну, то есть, нет, можно по-другому ее определять. Можно ее определять через интеграл от единицы, деленный на X. Но, в принципе, логарифм по определению – это функция обратная к экспоненте. Слушайте, ну, вот то, что вы сейчас записали в заменателе, у меня получается просто X, ведь? Да, конечно. И разве так нельзя было делать? Можно. Ну, получается, один определить на X. Все. Можно, да. Это то же самое. Я говорю, это то же самое. Ну, просто мне для того, чтобы подробно расписать, просто для того, чтобы вот эту вот всю штуку расписать подробнее, мне нужно как бы… Ну, то есть, мне хотелось прямо вот явно написать, кто такой у нас F, а кто такой у нас G. И мне нужно для этого использовать какую-то букву в качестве аргумента F и какую-то букву в качестве аргумента G. Чтобы не путаться, я предпочитаю использовать здесь разные буквы, потому что иначе может возникнуть некоторые путаницы. И, ну, как бы… И просто для того, чтобы у меня обозначения были последовательными, я взял у логарифма в качестве аргумента, использовал букву Y. Никакого сильно большого смысла тут нет. Ну, в принципе, смысл есть вот в этой картинке, и в этой картине, конечно, одна очень называется X, другая Y. Хорошо, я вас понял, спасибо. Хорошо, ну как, значит, если честно, то вот всякий раз, когда я это делаю именно с производной логарифмом, у меня возникает ощущение, что произошла какая-то магия. Ответ совершенно неожиданный. То есть, если бы я не знал, чем эта штука равна, и так вот меня спросить, ну, какая производная у логарифма, кто его знает. Вот. То, что это просто единица, деленная на X, безо всяких экспонентов, безо всяких там каких-то сложных функций, просто единица, просто единица, деленная на X. Вот. Это, конечно, немножко удивительный факт. Вот. На принципе, если вы посмотрите на график логарифма, то вы увидите, что, в общем-то, это неудивительно, потому что как устроен график логарифма. Значит, это вот такая вот штука. Значит, давайте посмотрим. График экспонента устроен как-то вот так вот. Значит, такая вот возрастающая геометрическая прогрессия вправо. Соответственно, график логарифма получается из него отражением, значит, вот это E в степени X. А если я хочу, наоборот, сделать график логарифма, это означает, что мне нужно, наоборот, отразить эту штуку вот так, и получается какой-то вот такой вот график. Значит, это Y равняется логарифм X. Ну, и, в принципе, неудивительно, что у этого самого логарифма производная равняется единица, деленная на X. Если так посмотреть на эту картинку, то видно, что, ну, как это производная себя ведет. Вот. Она так с течением времени все убывает, убывает и убывает. Ну, и, в принципе, логично ожидать, что что-то вот такого типа получается. А здесь, наоборот, если вы приближаетесь к нулю, она будет, наоборот, становиться все больше и больше и больше и возрастать до бесконечности. Вот. Но интересно то, что это вот в точности нету для NX. Как? Понятно, как эта штука сработала? Есть ли какие-то вопросы? Нет, это понятно. Спасибо. Но если мы изначально не знаем теоретически, какая функция обратна к логарифму, то мы не можем по этой теории найти, правда? Ну, да, конечно, 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 да. Значит, мы как раз используем тот факт, что мы знаем, что логарифм — это обратный к экспоненту. Ну, или экспонент обратный к логарифму. Понятно, что если одна функция обратна к другой, то как бы обратность — это такое взаимное свойство. Если A обратно к B, то B обратно к A. По крайней мере, если там с областями определения все в порядке. Хорошо. Давайте посмотрим еще... Давайте еще пункт D сделаем с Арксинусом. Если честно, я не помню, какая производина Арксинуса, поэтому это будет такой чистый эксперимент. Значит, чего мы знаем? Во-первых, кто такой Арксинус? Значит, я напомню, что вот у меня есть синус. У него какой-то такой график. И нам нужно выделить взаимнооднозначный кусочек этого графика. И для того, чтобы выделить именно Арксинус, мы выделяем вот эту картинку. Значит, у нас отрезочек от минус P в полам до P в полам. Ну, в принципе, это логично, потому что это как бы... Если вы хотите брать что-то вблизи нуля, то это самый большой отрезок вблизи нуля, на котором синус обратим. Значит, вот такая штука. Соответственно, Арксинус – это функция, которая обратна к синусу, ограниченному на вот эту вот штуку. Ну, и давайте возьмем, попробуем взять от него производную. Значит, Арксинус – х. Давайте я тоже буду писать Арксинус – у, опять же, чтобы все обозначения были согласованы. Значит, Арксинус – у. Что нужно написать? Значит, единицы делить на что? На синус от Арксинуса от х. Да, ну, смотрите, сейчас, значит, не только не на сам синус, а как бы на производную синуса. Ну, что у нас сейчас как жизнь устроена? У нас f от х – это есть синус х, а, соответственно, g от у – это есть Арксинус. Арксинус у. Значит, я должен поделить на f' в точке g от у. То есть я должен единицу поделить на производную синуса. Кто такая производная синуса? Синус. Косинус. Косинус. Значит, на косинус. И вот в этот косинус я должен подставить кого? Арксинус у. Арксинус у. Да, совершенно верно. Вот такая штука получается. То есть, на самом деле, производная Арксинуса – это косинус от Арксинуса. Ну, это все единицы делить на косинус от Арксинуса. Ну, и на самом деле, можно это дальше упростить. но как-то упростить если я хочу взять косинус от арксинуса и что это вообще за зверь такой давайте смотреть кто такой арксинус y это такой угол что синус от этого угла равен y теперь у нас фактически такая история смотрите у нас допустим вот z ну не за давайте x значит x равняется арксинус y это означает что это означает что y равняется синус x и это означает что x значит x находится в каком промежутке если x равняется арксинусу y то x обязательно находится промежутке от минус пиполам до пиполам потому что это ровно это область определения того кусочка синуса который мы обращаем и значит это область значений наоборот арксинуса вот на самом деле вот эти два условия полностью эквивалентны вот 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 так вот утверждение что x равняется арксинусу y эквивалентно утверждению того что x лежит на отрезке от минус пиполам до пиполам и y равняется синус x а нам теперь нужно найти косинус y то есть фактически что мы знаем мы знаем мы знаем синус x а нам нужно найти косинус x как это сделается можно ли это сделать основной тригонометрическая да ну вот давайте представим себя что у нас такой мы живем на тригонометрическом круге значит смотрите если мы знаем чему равняется синус y то это означает что мы знаем вот такую вот штуку что нас синус y живет вот здесь простите синус x а значит вот это синус x на самом деле у нас есть две разные точки которым может соответствовать косинус теоретически значит какую из этих точек нужно взять фактически у нас что что происходит право вот у меня вот синус x я знаю это вот эта точка значит этой точке на вертикальной оси соответствует две разные точки на окружности вот такая вот такая левее левее вертикальной оси правее вертикальной оси вопрос какую из них нужно взять значит им соответствуют разные косинусы эти косинусы отличаются знаком какой какой из них нужно взять чтобы все было правдой Право, потому что у нас х минус π надо до π надо. Совершенно верно. То есть у нас по определению арксинуса, арксинус принимает значение вот здесь, от минус π пополам до π пополам. Во всех этих точках косинус положительный, поэтому нам нужна только вот эта правая точка и больше никакая. А дальше теперь можно, на самом деле, легко понять, какая именно эта точка. Мы знаем, например, такое утверждение, что косинус квадрат х плюс синус квадрат х равняется единице. Это просто теорем Пифагора. Теперь, если мы знаем, чему равняется синус, то мы легко можем найти косинус. Значит, косинус квадрат х равняется 1 минус синус квадрат х. Значит, косинус х равняется, тут надо подставить корень, 1 минус синус квадрат х с плюсом или с минусом? С плюсом. С плюсом. Как раз ровно потому, что мы берем этот правый кусочек окружности. Ну или теперь мы знаем, с другой стороны, мы знаем, что у нас синус х – это наш у, поэтому эта штука – это просто квадратный корень из 1 минус у квадрата. Таким образом, наша производная заканчивается тем, что это единица разделить на корень из 1 минус у квадрата. Вот и все. Ну, опять же, тоже довольно забавная история, потому что мы начинали с какой-то страшной тригометрической функции, из какого-то, мало того, что синуса, так еще и арк синуса, продифференцировали его и получили функцию, в которой нет никакой тригонометрии. В ней какой-то корень из какой-то штуки, казалось бы. Окей. Понятно, как задачка решилась? Да. Смотрите, а то у вас там есть еще пункты Е и Ф, которые вам предлагается сделать самостоятельно. Чувствуете себя в силах делать их самостоятельно? Да. Отлично. Ну что, идем дальше? Хорошо. Смотрите, значит, во второй задачке история про то, что всякие функции вида А в степени х на самом деле всегда выражаются через экспоненты. И это, собственно говоря, правильный способ про них думать. Значит, А в степени х, это по определению можно считать, что это Е в степени х логарифм А. Вы не могли бы, пожалуйста, трансляцию перезагрузить? Что-то заедает. Сейчас вернем. Вот. Поэтому на самом деле все всякие производные от таких штук считаются с помощью теоремопроизводной сложной функции и производной логарифма. Ну, первый пункт, кажется, уже обсуждался, а вот забавный, например, второй пункт. Давайте я посмотрю на пункт B. Вот представьте себе, что у вас какая-то вот такая непонятная функция х в степени х. Как найти от нее производную? Если вы попробуете использовать какой-то стандартный метод, то у вас ничего не получится, потому что мы знаем, как устроена производная функция вида х в какой-то степени, скажем, х в квадрате. Знаем, как устроена производная какой-нибудь функции типа е в степени х или там 2 в степени х. А вот производная х в степени х, она не подпадает ни под этот случай, ни под другой случай, потому что здесь переменной является и основание степени, и сама степень. Как действовать? Как написано в подсказке. То есть можно представить себе х в степени х как такую штуку. Это есть е в какой степени? Х в натуральном логарифме. Х в логарифме х. Вот. И теперь можно уже вот в такой записи эта функция гораздо более приятная, потому что экспонент – это знакомая нам вещь, умножение – это знакомая нам вещь, и, в общем, дальше все становится становительно легко. Ну, давайте попробуем найти эту производную. Значит, была х в степени х производная, мы записали ее в виде производной от е в степени х логарифм х, и теперь будем дифференцировать. Значит, умеете дифференцировать сложную функцию? Да. Теперь уже должны. Давайте продифференцировать сложную функцию. Получается… Что получается? Значит, е в степени х логарифм х умножить на что? Ну, на производную х логарифм х. Ну, давайте дальше. Значит, как продифференцировать х логарифм х? Производное произведение. Производное произведение. Что получается? Значит, ln х плюс х умножить на производную логарифм, а то есть единица зеленая на х. То есть получается е в степени х логарифм х умножить на логарифм х плюс 1. Или что то же самое, х в степени х умножить на логарифм х плюс 1. Ну вот. И так, на самом деле, можно более-менее с любыми такими степенями справиться. Если у вас есть какая-то функция в степени какой-то другой функции, вы все это загоняете под экспонент, логарифмируете и готово. Вот такая история. Ну что, едем дальше? Да. Так, ну давайте посмотрим, что у нас в третьей задаче. Значит, чего здесь хочется разобрать? Давайте посмотрим на пункт А, просто обсудим, что с ней делать. Вот если у вас логарифмы, но не натуральные, а по какому-то другому основанию, что с таким логарифмом делать? Представить как 5 в степени логарифма. Ну вот, на самом деле, логарифмы, значит, с логарифмом есть полезные свойства логарифмов. Давайте я некоторые из них напомню. Значит, во-первых, если у вас есть логарифм по основанию А от Х, то это что такое? Это все равно, что логарифм натуральный. Ну или давайте, ну окей, на самом деле здесь может быть любая другая степень. Например, допустим, логарифм, давайте я напишу натуральный. Натуральный логарифм Х разделить на натуральный логарифм А. Ну, давайте проверим, что это действительно так. Значит, чтобы это проверить, нужно проверить, что вот эта штука – это действительно обратная функция к функции А. Значит, логарифм А. У – это должна быть обратная функция к функции А в степени Х. То есть что это означает? Это означает, что если я возьму логарифм по основанию А… А почему не Y? Ну, потому что я хочу, опять же, я хочу называть вот эти две перемены разными буквами. Значит, я считаю, что у меня сейчас А в степени Х переводит Х в У, а наоборот логарифм переводит У в Х. Хорошо, спасибо. Значит, давайте проверим, что… Для того, чтобы проверить, что это верно, что логарифм по основанию А от У – это обратная функция к функции А в степени Х, нужно проверить, что выполняется вот такое равенство. Давайте посмотрим, что действительно, если я возьму в качестве логарифма по основанию А, Х, возьму вот это отношение, то действительно эта штука будет выполняться. То есть мне нужно убедиться в том, что натуральный логарифм от А в степени Х разделить на натуральный логарифм А равняется Х. Тут полезно другое свойство логарифма, о том, что натуральный логарифм А в произвольной степени З – это есть З на натуральный логарифм А. Опять же, почему это так? Ну, давайте посмотрим, что я хочу сказать. Хочу сказать, что… Давайте я просто от этого равенства возьму экспонент, посчитаю от правой левой части. Получается такая вещь. Е в степени натуральный логарифм А в степени З. Эта штука с одной стороны равняется А в степени З. А с другой стороны, давайте посмотрим на Е в степени З на логарифм А. Его можно записать в таком виде. Это есть Е в степени логарифм А, и все это в степени З. То есть это тоже А в степени З. Это означает, что они действительно равны. Ну, если равны экспоненты каких-то чисел, то равны и сами числа. Ну и значит, теперь можно вот эту штуку дописать, и здесь оставить такое утверждение Х на логарифм А разделить на логарифм А равняется Х. Это всегда верно. То есть фактически нам ничего, кроме натуральных логарифмов, так по большому счету и не нужно, потому что все остальные очень легко пересчитываются в натуральные. Просто нужно поделить на такой коэффициент. Ну и давайте, раз уж я заговорил про свойства логарифмов, давайте я напомню, что есть еще одно важное свойство. Логарифм от УВ равняется логарифм У плюс логарифм В. Опять же, проверяется, в чем взять экспоненты. Значит, Е в степени логарифм УВ равняется УВ. С другой стороны, Е в степени логарифм У плюс логарифм В. Это есть Е в степени логарифм У умножить на Е в степени логарифм В и равняется тоже УВ. Значит, ну вот, пожалуй, три свойства логарифма, которые очень полезно иметь в голове. Это не все свойства, но, пожалуй, это самое важное, мне кажется. Можно спросить, пожалуйста. Зачем мы делали проверку того, что у нас логарифм А от У это обратная функция к А от Х? Нет, я проверял не это. Значит, это скорее утверждение, которое поясняет, что вот это означает, а проверка была вот к этому равенству. Значит, я утверждаю, что логарифм по основанию А от Х это есть вот такое отношение, логарифм Х разделить на логарифм А. И проверка, собственно говоря, это вот эти две строчки. Значит, я проверяю, что действительно вот эта функция, которая у меня написана вот здесь, удовлетворяет вот этому тождеству. Ну, действительно удовлетворяет. Потому что здесь вот это Х выносится, и действительно правда, что с левой и справа остается Х. И как это доказывает, простите, я не понимаю. Ну, сейчас, смотри, значит. Я утверждаю следующее. Я утверждаю, что логарифм по основанию А от Х это вот такая штука. Что такое логарифм по основанию А от Х? Логарифм по основанию А от Х это по определению такая функция, которая обладает таким свойством, что если вы в нее подставляете А в степени Х, то на выход она возвращает Х. Вот это определение того, кто такой логарифм по основанию А. Это функция обратная к А в степени Х. Теперь я утверждаю, что вот эта функция действительно является логарифм по основанию А от Х. Для этого я вот в эту функцию вместо Х подставляю А в степени Х и проверяю, что действительно у меня получается Х. Вот проверил и убедился, что действительно так и есть. Значит, вот это было определение. Это определение того, что такое логарифм по основанию А от Х. Вот это вот оно. Собственно говоря, сама вся проверка, она началась. А дальше происходит проверка того, что вот эта функция, чем бы она ни была, действительно удовлетворяет этому определению. Она действительно удовлетворяет. Вот. Хорошо. Ну что, можно вернуться к производному. Значит, чему равняется производная от логарифма по основанию А от Х? Натуральный алгарифм от Х делить на натуральный алгарифм от 5. Ну, это вы пока не про производную сказали, а просто сказали, чем равняется сам логарифм. Но это правда. Значит, вот такая штука. И что дальше происходит? Дальше по правилу частного. Да, на самом деле, тут не то, чтобы нужно было большой огород городить насчет правил частного, потому что вы знаете ли у вас константа? Ну да. Она просто выносится за знак производной. И что получается? 5. Значит, здесь остается единица разделить на логарифм 5 и умножить на производную логарифму Х, то есть на единицу, деленную на Х. То есть, как видите, если у вас логарифм ненатуральный, так и хочется сказать, идентичный натуральному, значит, если у вас логарифм ненатуральный по какому-нибудь другому основанию, то здесь просто выносится какая-то константа. Ну, и, кстати, заметим, что если бы у нас здесь вместо пятерки стояло бы е, то у нас здесь, вы знаете, был бы логарифм натуральный от е, чем равняется натуральный логарифм от е? Единица. Единица. Поэтому все сходится. Можно вопрос. Давайте. Вот мы сейчас используем какие-то правила дифференцирования, например, как логарифмировать, как производить логарифмы, а мы этим потом можем просто пользоваться, как семинарские задачи. А вот, например, сегодня было задание в смыслательной работе. Нужно найти такую функцию, что ее производная равна x квадратия. Можно было просто сказать, что видим, что это функция 1 на 3 на x кубе, и по правилам дифференцирования это правда x квадратия. Или надо было по определению доказывать? В этом месте можно было сослаться на правила дифференцирования. Ну, там, в общем, по определению недолго доказывать, вроде бы, но можно было сослаться. Сказал, но там можно было и просто, да? Ну, да, ну, да. Не, ну, как бы, смотрите, ну, как бы, как устроен процесс. Мы сначала изучаем какие-то, как бы, сами все понятия и просто тренируемся с тем, чтобы понять, как они устроены. И для этого разбираемся с определениями и доказываем все на свете по определениям. И заодно мы строим, как бы, базис, на основе которого мы потом в дальнейшем можем решать более сложные задачи. То есть мы обсудили, например, как находится производная степенной функции корня синуса, косинуса. и производная сумма произведения сложной функции. После этого мы из этого, опираясь на все это, можем уже по довольно простым правилам продифференцировать любую функцию с заданной формулой. Но просто разбивая ее на кусочки, но когда вы разбиваете на кусочки, в конце концов, доходите до каких-то элементарных функций, то есть до того же синуса или до того же х в квадрате. И дальше вы уже просто применяете готовое правило. Поэтому в некоторых задачах, когда мы обсуждаем, как эти штуки доказываются в них, требуется доказать по определению. Но если не требуется доказать по определению, то, как правило, это означает, что вы можете пользоваться соответствующими уже инструментами. Так, ну хорошо. Давайте еще пункт E сделаем быстренько. Даже вот я хочу, чтобы вы его сами сделали, и мне в личку написали. Значит, в пункте E нужно найти, нужно как бы выразить производную логарифм f от x, нужно выразить производную через f' от x. То есть у вас есть логарифм какой-то функции, вы этот логарифм от этой функции дифференцируете и хотите выразить эту производную через производную самой функции. Напишите мне, пожалуйста, в личку, что у вас получается. Вы про f ничего не знаете, но вы знаете ее производную. То есть как бы вы можете пользоваться производной. Вам нужно выразить производную логарифм через производную самой функции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну хорошо. Мирон слил решение всем, написав в общий чайтик, заспойлерил, так сказать. Но я вижу, что... Мы предполагаем, что мы знаем, чем уравняется производная, и хотим выразить. Да ничего страшного. Итак, действительно, давайте посмотрим, что у нас получается. Если я дифференцирую вот такую штуку, получается такая штука, что мне нужна... Ну как, производная сложная функция. Значит, у меня внутренняя функция это f от x, я ее должен... Чем мне нужно сделать? Мне нужно предифицировать внешнюю функцию. Ой, Господи, Боже мой. Мне нужно предифицировать внешнюю функцию и подставить в нее внутреннюю функцию. А еще мне нужно это дело умножить на производную внутреннюю функцию. То есть вот такая штука получается. f штрих от x разделить на f от x. Что там? Нам же известно только про... Нам же известно только про производную, а просто f от x мы не знаем. Нет, ну, нет, ну, нет. Считается, что знаете. Считается, что знаете. Ну и производная f от x известна, и сама функция f от x известна, конечно. Иначе как... Ну как бы... Предполагается, что то, что дано в условии, все-таки известно. Не, ну как, смотрите, мы получили общую формулу. Значит, если я теперь вас попрошу найти... Вот если я теперь вас попрошу найти производную от логарифма синус x квадрат, то вы можете сейчас не задумываться ни о чем, а просто сказать мгновенно, что это есть производная синуса x в квадрате разделить на синус x в квадрате. Можно просто даже не думать о том, что там были какие-то логарифмы. Вообще, это на самом деле важный частный случай, это так называемая логарифмическая производная. Вот смотрите, что она показывает. Вот эта вот величина, это штука, которая показывает, насколько быстро меняется значение функции как бы в относительных величинах. Значит, я боюсь... Я боюсь говорить умно-экономические слова, но есть такая штука, которая называется эластичность. Кажется, это вот примерно вот оно. Похоже, нет? Когда вы меряете относительное изменение функции. Не совсем, надо еще на счет домножить. Надо еще домножить на x. Домножить на x. Ну, возможно. Я не помню, что такое эластичность. Всякий раз, когда мне нужно проверять все, раз я это вспоминаю, если у меня попадается такая задачка, потом забываю. Вот. Ну, в общем, короче говоря, вот это достаточно важная штука, связанная с относительным изменением функции. вот, хорошо. Значит, еще одна довольно практическая задачка, четвертая. Значит, буквально вставлена по просьбе коллег, потому что такое часто бывает, встречается на практике. Значит, довольно часто нам для того, чтобы отображать какие-нибудь зависимости, ну, допустим, отображаете вы там, я не знаю, зависимость, ну, собственно говоря, самый свежий пример, это сейчас все полюбили рисовать картинки в такой логарифмической шкале. Значит, у вас есть, допустим, по горизонтальной оси идет время, а по вертикальной оси идет, допустим, количество зараженных, значит, количество зараженных, или даже не количество зараженных, а количество зараженных за день. Значит, количество зараженных в этот день. Вот. И если рисовать эту картинку просто, как есть, то поскольку там, особенно в начальных этапах, любой рост любой популяции, в том числе популяции вирусов, экспоненциальное, то это выглядит вот как какая-то вот такая вот кривая. Ну и надо сказать, что с течением времени, поскольку эта штука очень быстро растет, но с течением времени как-то она становится не очень понятной. Ну то есть видно, что все растет довольно быстро, но не совсем понятно, по экспоненте, например, или не по экспоненте, а по какой-нибудь параболе, или по гиперболе, или еще по кому-нибудь. Ну вот, значит, тут возникает в связи с этим идея, вместо того, чтобы рисовать вот такого типа картинку, по вертикальной оси откладывать не количество зараженных, а его логарифм. И это на самом деле приводит к другим графикам. Соответственно, логарифм что делает? Он как бы делает так, что очень быстрый рост перестает быть очень быстрым, чисто визуально. Ну вот, давайте посмотрим. Если у меня, например, по вертикали отложен логарифм количества зараженных, а по горизонтали просто отложено время. И если у меня картинка вот такая, значит, как на первом графике, это просто картинка типа y равняется x. Значит, вот такая прямая зависимость. Чему соответствует эта зависимость в обычных координатах? То есть если у меня логарифм числа зараженных растет линейно. e в степени t точно. Да, у нас горизонтальная переменная сейчас t. Это получается e в степени t. Ну, понятно почему. Потому что если у меня зависимость такая, что логарифм числа зараженных равняется t, мы можем взять экспонент от правой и левой части. получается e в степени логарифма числа зараженных равняется e в степени t. Ну, а e в степени логарифма числа зараженных – это просто число зараженных. То есть если вы видите на картинке с вот такой логарифмической шкалой по вертикали, вы видите вот такую прямую линию, ну, в общем, если это число зараженных, то я бы сказал, что все очень плохо. А для чего вы приходили к картинке с логарифмами? Что это показывает лучше? Ну, смотрите, это хорошо показывает ситуация, это хорошо используют в тех ситуациях, когда у вас на соответствующей оси бывают числа, которые отличаются как бы по порядку величины. вот если вы хотите мерить, как бы не то, как просто растет количество зараженных в день, а то, грубо говоря, во сколько много раз оно становится больше, то можно перейти в такую логарифмическую ось. Ну, там, какие еще бывают примеры, ситуации, когда логарифмические оси полезны. Ну, представьте себе, что вы думаете про распределение доходов, но вы даже не про график функции, а про какое-то просто вот распределение. И у вас бывают люди, которые зарабатывают, скажем, 100 долларов в месяц, у вас бывают люди, которые зарабатывают 1000 долларов в месяц, у вас бывают люди, которые зарабатывают 10 тысяч долларов в месяц, 100 тысяч долларов в месяц и миллион долларов в месяц. Все такие люди существуют. Если вы попробуете всех этих людей разместить просто на обычной числовой шкале, то произойдет одно из двух. Либо те люди, которые зарабатывают миллион долларов в месяц, просто на эту шкалу не поместятся, либо вам придется выбрать такой масштаб вашей шкалы, что люди, которые зарабатывают миллион долларов в месяц, на ней будут видны, а все остальные просто будут неотличимы от нуля, потому что даже 10 тысяч – очень маленькая величина по сравнению с миллионом. И тут как раз хорошо тоже взять логарифм, потому что если вы берете логарифм, то это все равно, что… Давайте смотреть. Допустим, у вас есть логарифм, скажем, натуральный от миллиона. То есть это натуральный логарифм от 10 в шестой степени. Это есть величина, которая просто в 6 раз больше, чем натуральный логарифм от 10. То есть как бы рост на порядок, дописывание одного нолика под логарифмом приводит к тому, что сам логарифм увеличивается просто путем умножения на какую-то величину. То есть, скажем, вот здесь у меня была десятка, я возвел эту десятку в шестую степень, а логарифм от этого просто умножился на 6. И это гораздо более такая обозримая штука. А если бы мы не знали первый график, у нас экспонент или, например, парабола? Непонятно. Ну вот как раз смотрите. Вот как раз, смотрите, давайте представим себе, что я нарисую график. Давайте посмотрим, как будет отличаться, например, если я перерисовываю в логарифмической шкале, насколько сильно будут отличаться экспоненты от параболы. Вот про экспоненты мы уже знаем, что экспоненты соответствуют просто прямой линии. А как будет выглядеть парабола зависимости типа y равняется t квадрат? Как она будет выглядеть в логарифмической шкале? То есть это означает, что… Мы уже знаем, как что-то там выглядит в логарифмической шкале. А что мы знаем? Значит, мы знаем, как будет выглядеть в логарифмической шкале просто график типа e в степени t. Значит, график e в степени t, если мы переписываем в логарифмическую, если мы вертикальную ось сделаем в логарифмической, то при этом этот график просто превращается в прямую линию. В прямую линию типа y равняется t. Теперь другой вопрос. Если у нас исходный график, это y равняется t квадрат. И я его хочу переписать в логарифмической шкале. Что получится? Ну, у вас просто будет 2 ln от t. Да, получается такая штука, что логарифм y – это логарифм от t квадрат, то есть 2 логарифма t. То есть x квадрат, она тоже как бы растет все быстрее и быстрее. Но это в обычных координатах. А в логарифмических координатах у меня получится... У меня получится что-то вот такое. Тоже видно, что растет и может достигать любых сколь угодно высоких значений, но при этом видно, что она как бы... Вот в логарифмической шкале она растет медленно. И, в принципе, на глаз довольно легко отличить. Если вы перешли в логарифмическую шкалу, то довольно легко отличить на глаз вот такую вот штуку, которая возрастает все медленнее и медленнее, от штуки типа y равняется x. Простите, а раз и график так будет выглядеть? График, значит, чему равняется логарифм? Ну да, не так, конечно, его нужно переместить вот так вот. Он не должен проходить через ноль, конечно. Ну хорошо, смотрите, значит, на самом деле можно не только горизонтальную ось делать логарифмической, но и вертикальную. Давайте посмотрим, например, на вторую картинку. Вот на второй картинке у нас изначальный график такой. Это как график... Ну давайте пусть у меня сейчас по горизонтали x, по вертикали y. Значит, и эта картинка устроена так. Она выглядит как... y равняется 2x. Но что, если на самом деле эта картинка не... На самом деле пусть обе мои оси на самом деле логарифмические. Значит, пусть у меня здесь логарифм y, а вот здесь логарифм x. И на самом деле моя картинка устроена так, что у меня логарифм y равняется 2 логарифма x. Что это за зависимость между y и x? Квадратичная. Квадратичная, да. Это просто y равняется x квадрат. Хорошо. А если наоборот? Если вот такая зависимость. Значит, тоже линейная зависимость в такой двойной логарифмической шкале. Значит, у меня по горизонтали логарифм x, по вертикали логарифм y. И зависимость вот такая. Значит, просто как прямая, типа, под 45 градусов, но с отрицательным наклоном. y равен 1 делить на x. Да, вот это на самом деле гипербола. Значит, в обычных координатах, что здесь написано, если написано логарифм y равняется минус логарифм x, то есть это означает, что, опять же, я могу взять экспонент от обеих частей, e в степени логарифма y равняется e в степени минус логарифм x. То есть y равняется единица на e в степени логарифма x в единице на x. То есть это на самом деле гипербола. Мы пользуемся свойством, что e, ну, экспоненты в равных степенях, ой, в данных степенях приведет нас к равенству. Ну да, ну как бы, ну да, равенство можно, равенство, и если обе компоненты равенства, сейчас, равенство всегда можно, всегда можно, как это называется, я постоянно забываю, как это слово называется, потенциировать, что ли. В общем, короче говоря, от равенства, от правой и левой части равенства можно брать экспоненту. От этого равенства не перестает быть верным. И наоборот, вот эти два утверждения, они эквивалентны. Хорошо. Вот. Ну вот такое вот бывает, и вы можете в литературе довольно часто встретиться с тем, что у вас какая-то из шкал оказывается логарифмической. Ну вот просто нужно понимать, как эти картинки интерпретировать. Что если вы видите, например, линейную зависимость, а вертикальная шкала логарифмическая, то это на самом деле означает, что у вас экспоненциальная зависимость. И это как бы, в общем, совсем другое дело. Вот. Хорошо. Есть ли еще вопросы про всякие такие логарифмические штуки, логарифмические оси? Ну, а вот на этих двух картинках, когда мы с двух сторон брали логарифмы, и что это показывало? Ну, как это помогало? Ну, в данном случае, это некоторый абстрактный пример. Ну, например, значит, вот вот такого типа пример мне встретился, значит, я в какой-то момент... есть такой известный сюжет, когда люди решили проверить, по какому закону растет человечественная земля. И, значит, они сделали такую вещь. Они взяли, собрали демографические данные, там, вот какие-то оценки по населению земли, именно людьми, за кучу лет. Типа за 2000 лет назад, за 1000 лет назад, за 500 лет назад, за 100 лет назад. И построили картинку. Значит, эта картинка как раз была построена в, значит, вот такой, в двойной логарифмической шкале. По горизонтали был логарифм времени, а по вертикали был логарифм количества людей. и там было видно, значит, эти самые, ну, сейчас, там где-то был знак поменен местами. Значит, то ли по горизонтали был минус логарифм x, наверное, по горизонтали был минус логарифм x. Вот. И было видно, что вот эти точки, которые они отметили, наблюдение, они выстраиваются как раз ровно в прямую, которые соответствуют, ну, вот такой вот гиперболической зависимости. рост, вот такой гиперболический рост, уходящий в плюс бесконечность. И у них, значит, была статья, статья в Science, которая называлась так, что, значит, они подобрали дату, дата была, кстати, пятница, 13 ноября, прям как сегодня, не помню какого года, но кажется, не этого. И они писали, что, значит, вот по их, по их экстраполяции, конец света произойдет вот ровно в эту дату, потому что в этот момент и население земли станет бесконечным, вот, и, соответственно, люди умрут от давки, что здесь был конец света. И они прям это вынесли в заголовок, пятница, 13 ноября, 2025 года, конец света. Вот. И как раз как бы лучше всего видно, что действительно зависимость очень похожа на настоящую гиперболу вот на графике такого вида, потому что на графике такого вида эта зависимость оказывается просто зависимостью линейной. Значит, если в качестве одной оси выбирать логарифм времени, а в качестве другой оси выбирать логарифм населения. 2026 года, я посмотрю. 2026. Ну, в общем, у нас есть еще. Еще 6 лет. Да, это да. Почему на изначальной картинке она же выглядит так, как будто население убывает? Ну, потому что там, потому что она перевернута. На самом деле, там они брали, по-моему, горизонтальную ось, они взяли минус логарифм времени. Здесь-то, конечно, оно бы убывало бы, но надо просто минус лет поставить. Типа, ну, смотрите, как бы, чем дальше назад в прошлое, вот представьте себе, что у вас, значит, что я считаю, что у меня х, он как бы меряет, наоборот, назад в прошлое. Я смотрю. Чем дальше назад в прошлое, тем, значит, меньше население. И оказывается, что оно как бы убывало назад в прошлое, вот, если вот я вот так экстраполирую, то оно убывало как раз по геометрическому вот такому закону, типа единицы на х. Вот. Хорошо. Ну что, давайте еще пятую задачку посмотрим. Значит, это еще одна задачка преследования графика функций. Это вообще важная вещь, это то, что нужно уметь делать. есть разная степень подробностей, с которой вы можете исследовать график функции, но вот есть такое совсем полное исследование, так, как в школе учатся, что нужно найти более-менее все, что можно про функцию найти. Не всегда, на самом деле, нужно с практической точки зрения, иногда вас интересуют какие-то там асимптотики, чего-нибудь. Скажите, во сколько у нас пара заканчивается? Сейчас или через 10 минут? Или через 20 минут? Идея сейчас уже закончилась. Сейчас закончилась. Ага. Ну что, разобрать еще пятую задачку пункта А или не надо? Да, давайте. Да, да, давайте. Так, значит, 5А f от x равняется логарифм x плюс x квадрат пополам минус 6x. Ну, чего нужно делать с этой задачкой? Ну, значит, давайте поймем, чего здесь вообще можно сделать. Значит, ну, во-первых, видно, что функция, где она определена? Везде. Неправда. От нуля. Везде. От нуля до плюс бесконечности. От нуля до плюс бесконечности, да. Значит, у нас f от x равняется логарифм x плюс x квадрат пополам минус 6x, поэтому здесь есть логарифм x. Логарифм x определен не везде, а логарифм x определен при положительных. Остальные два слагаемых определен действительно везде. Вот. Хорошо. Где функция непрерывно? На всей области определения. Да, непрерывно на всей области определения. Значит, почему? Ну, потому что там сумма непрерывных, например. Вот. Хорошо. Значит, дальше, по крайней мере, понятно, что у нас нет никаких проблем. здесь. Единственное, нужно понять, что происходит на бесконечности. Ну, давайте поймем, что происходит вблизи нуля и вблизи плюс бесконечности. Значит, что происходит вблизи нуля? Что вы можете сказать про предел этой штуки? и минус х стремится к нулю справа. Минус бесконечности. Да, здесь, значит, понятно, что происходит. У нас есть сумма трех слагаемых. Первая слагаемая стремится минус бесконечности, дальше. Минус бесконечности, а эти два товарища к нулю. Значит, все это минус бесконечности. Окей. Значит, есть вертикальные асимптоты. Ну и хорошо. Что происходит на плюс бесконечности? Важный вопрос. Если это будет оформление на файнали, это не полно было? Нет. Сейчас не понял вопрос. Вот если вот так оформить, но объяснение должно быть вертикальная асимптота на файнали, это будет полный балл? Ну да, пока что, пока что мне кажется, что я достаточно подробно пишу. Просто чтобы узнать, как. Значит, предел при экстремящемся к плюс бесконечности, что здесь происходит? Плюс бесконечности? Важный вопрос. Плюс бесконечности. Так, давайте посмотрим. Значит, тут нужно аккуратненько посмотреть, что куда стремится. Значит, во-первых, тут нужно осторожно. Значит, логарифм стремится к плюс бесконечности. Х квадрат стремится к плюс бесконечности. Но тут есть еще минус 6х, которая стремится к, если взять вместе с минусом, она стремится к минусу бесконечности. Сгруппируем х квадрат на 2 и минус 6х, а дальше вынесем х на х-6. Да. На х-6. Да, здесь нужно аккуратненько эту ситуацию обработать, потому что нельзя просто сказать, что вот у нас есть три слагаемых, они все стремятся к каким-то бесконечности, значит, все стремится к бесконечности. Не факт. Значит, действительно, здесь важно, что логарифм стремится к плюсу бесконечности и величина под названием х квадрат пополам минус 6х, она равна х, значит, х пополам минус 6, и это получается произведение двух штук, каждый из которых стремится к плюсу бесконечности. Значит, это тоже плюс бесконечности. Стремится к плюсу бесконечности. То есть, на самом деле, мы видим, что у нас здесь написано сумма двух плюс бесконечности это плюс бесконечности. Вот это х квадрат оказалось сильнее, чем вот это минус 6х. Вот. Хорошо. Значит, поэтому горизонтальных асимптот нет. Могли бы теоретически оказаться какие-нибудь наклонные асимптоты. Есть они или нет? Давайте посмотрим. логарифм х плюс х квадрат пополам минус 6х разделить на х и взять предел при стремящемся к плюсу бесконечности. Значит, что здесь получается? Логарифм х делить на х плюс х пополам минус 6. к чему все стремится? К бесконечности. Это все стремится к плюс бесконечности. Да. эта штука стремится к нулю, но эта штука стремится к бесконечности, и все, она сильнее всех. А почему первая слагаемая стремится к нулю? Смотрите, значит, это такой важный факт. Значит, у нас была какая-то задачка на эту тему, но, в принципе, это очень полезно про это помнить, что логарифм возрастает медленнее, чем любая степенная функция. В частности, вот этот факт верен. Но мы его доказывали, по крайней мере, для случаев последовательностей. Мы его доказывали, исходя из того, что n разделить на 2 в степени n стремится к нулю. Была такая задачка, где мы рассматривали, что мы аналогичным образом доказывали, что логарифм по основанию 2 от n разделить на n тоже стремится к нулю. Значит, мы доказывали, что если выбрать хорошую подпоследовательность вот этих n, если выбирать вот эти n на самом деле как 2 в степени k, то вот эта штука превращается вот в такую штуку. Ну, а дальше там была какая-то возня, которая показывала, что этой подпоследовательности нам хватает. Мы же пользуемся этим фактом спокойно дальше. Да, здесь сейчас можно этим фактом пользоваться. Доказывается он, например, вот таким вот образом. Ну, там есть другие способы, но можно так. Вот. Окей. То есть, короче говоря, наклонных осим тут тоже нет, по крайней мере, таких прямолинейных. Ну, давайте теперь самое веселое. Это разобраться с монотонностью и с экстремумом. Тут как раз нам понадобится производная, понадобится все то, что мы сейчас только что обсуждали. Значит, давайте найдем производную от этой штуки. Значит, у меня был логарифм х плюс х квадрат пополам минус 6х. Давайте возьмем производную от этой штуки. Что получается? Значит, единица на х плюс 2х минус 6. Значит, такая штука. И теперь я хочу понять, во-первых, где у этой производной нули, во-вторых, где она положительна, а где она отрицательна. Это задаст мне промежутки возрастания, убывания, экстремума. Извините, а почему там 2х? 2х не потому, что я ошибся, потому что на самом деле должна быть просто х. Значит, логарифм х плюс х квадрат пополам минус 6х. Производная – это 1 делить на х плюс х минус 6. 2х сократилась двойкой на знаменателе, и действительно ее тут нет. Так, ну давайте посмотрим. Давайте я это преобразую. Получается 1 плюс х квадрат минус 6х разделить на х. Это наверняка какая-нибудь штука, которая хорошо раскладывается на множители. х минус 3х плюс 2. Правильно я разложил? Неправильно. Нет, неправильно. Тут не церковые корни, тут иррациональные корни. Боже мой. Ну вот, я так надеялся. Да, правильно, потому что знаки должны совпадать. Ладно, давайте вспоминать формулу корней квадратного уравнения. Значит, х квадрат минус 6х плюс 1 равняется нулю. Дискриминант равняется 36 минус 4. 32. Так что да. х первое второе равняется 6 плюс минус. О, боже мой. Квадратный корень из 32. 4 корня из 2. Значит, да, это квадратный корень из 2 в 5. Все это нужно поделить пополам. То есть это 3 плюс минус 4 корня из 2. Правильно? 2 корня из 2. 2 корня из 2 там уже. 2 так 2. А, правильно, потому что мы уже на 2 сократили. Да. 2 корня из 2. 2. Так, давайте смотреть. Значит, во-первых, 6 больше, чем корень из 32. Поэтому оба корня, на самом деле, будут положительными. И дальше можно попробовать понять, как устроен наш график. Значит, вот у нас наша производная. Давайте поймем, где она какая. Значит, во-первых, она определена только правее нуля. Потому что сама функция определена только правее нуля. И дальше здесь у нас есть два корня. Один корень – это 3 минус 2 корня из 2. А другой корень – это 3 плюс 2 корня из 2. Так, где производная будет положительная, а где отрицательная? Отрицательная между этими корнями? Отрицательная между ними. Ну да. Здесь отрицательная, а здесь положительная, а здесь положительная. То есть у нас функция будет вести себя как-то так. Она будет сначала возрастать, потом убывать, потом снова возрастать. Ну, теперь можно построить график. Но, по идее, я должен был бы еще аккуратно подставить эти числа в мою функцию и найти вертикальные соответствующие координаты. Ну, в данном случае я этого сейчас делать не хочу, просто потому что мне неохота. А с другой стороны, для того, чтобы построить график, оно мне не особенно и нужно, потому что у меня нет никаких вертикальных точек, которые мне нужно сравнивать между собой для этого графика. Но, по крайней мере, можно посмотреть. Сейчас, давайте еще посмотрим, можно ли прикинуть, где у этой штуки корни. Так, на вскипу, конечно, не очень понятно, где у нее корни, потому что решать уравнение с логарифмом и их с квадратом не очень приятно. Ну, ладно. Ну, допустим, если я единицу подставлю, то какое будет число? Значит, получается отрицательное число. Ну и ладно, отрицательное, отрицательное. В общем, по-хорошему, нужно подставить вот эти штуки, чтобы понять, по крайней мере, какой знак у соответствующих экстремумов, чтобы понять, как оно соотносится с горизонтальной осью. Но мне неохота сейчас это делать. Давайте я примерный график нарисую. А как проще сделать, когда там логарифмы, тут корни? Ну да, в общем, тут без компьютера, по-моему, не обойтись. В общем, так или иначе, будет какая-то вот такая картинка. Значит, как-то она вот так вот возрастает, потом бывает, потом снова возрастает, и тут она уходит на бесконечность, уходит она на самом деле как х-квадрат, примерно как пара была вот такая. Ну вот какая-то такая картинка будет. Я совершенно не поручусь за то, что вот здесь, где у меня больше нуля, а где меньше нуля. Ну, а по крайней мере, с точки зрения экстремумов, картинка вот такая. Значит, это 3 минус корень из 2, 3 минус 2 корня из 2, это 3 плюс 2 корня из 2. Вот. Ну вот что-то такое сделали. Давайте посмотрим, построим то же самое в Геогибре и посмотрим, работает оно или нет. Похоже это на то, что нам нужно или не похоже. Так, Геогибра. Кстати, помните, мы сегодня обсуждали про обозначение, про минус первую степень? Вот видите, здесь в Геогибре, например, есть функция sin, а есть sin в минус первой. Вот sin в минус первой – это не единица делить на синус, а это арксинус. Здесь вот эта минус первая степень, она в том же смысле, в котором, это минус первой степени, когда мы обсуждаем производную обратной функции. Значит, что у нас там? Логарифм х плюс х квадрат минус 6х. Ну да. Ага, видите, все-таки левый корень отрицательный. Но в целом картинка очень похожа на то, что мы получили. Вот здесь видно, что эта штука с трудом рисует вот эту оси мтату слева. Видите, она очень близко приближается к вертикальной оси, пока я в таком масштабе. Но мы-то знаем, несмотря на то, что она нарисовала только до минус 13 или минус 12, но мы знаем, что на самом деле она там уходит на бесконечность вниз. В этом смысле всегда очень полезно, с одной стороны, даже если вы можете построить картинку с помощью компьютера, очень полезно уметь что-то считать аналитически, потому что компьютер всегда дает какое-то приближение. И особенно в каких-то тонких местах он может выдавать просто ответ, который будет неправильный. Ну, видно, что качественная картинка очень похожа на то, что мы нарисовали. Давайте я поправлю вертикальную ось. Будет вот так. Теперь совсем правда. Ну вот, есть ли еще какие-нибудь вопросы на эту тему? Хорошо. Ну что, давайте тогда сделаем 10-минутный перерыв, а потом будет разбор Меттерма. Можно спросить, в чем смысл, я долго пытался разобраться, это не сегодняшняя тема, а в чем смысл торжественного равно, как это вообще работает? Ну, это просто обозначение, если я хочу сказать, что у меня… Вот смотрите, допустим, я хочу написать вот такую штуку. Ну, вот если я хочу подчеркнуть, что у меня не просто f от x равняется x в какой-то точке, а что они всюду равняются x, то есть фактически я хочу написать вот такое утверждение, что для всех x f от x равняется x. Или давайте даже не x, а, например, в каком-нибудь константе. Скажем, вот, единицы. Значит, вот если я хочу сформулировать вот такое утверждение, то часто это пишут вот так. Значит, пишут три палочки горизонтальных. Подразумеваю, что f от x равняется единице всю, во всех точках. А это то же самое, что двоеточие равно? Нет, двоеточие равно я обычно использую в том случае, когда мне нужно сказать, что я, типа, возьмем x, положим его равным 2. Тогда я пишу x двоеточие равно 2. Это скорее, когда я ввожу некоторый объект и сразу же присваиваю ему значение. То есть это оператор присваивания, да? Ну да, это как бы оператор присваивания. Но если вы когда-нибудь программировали на Pascal, то там как раз оператор присваивания ровно так обозначается. Ну, мне иногда приятно. Иногда люди пишут что-нибудь типа x, допустим, x по определению равно, скажем, вот так пишут. x равняется, и здесь сверху пишут dev. Это означает, что, опять же, вы вводите новый объект x и говорите, что по определению положим, что x равен 2. Мне нравится значок с двоеточием, потому что он явно показывает, где находится, определяя ему e. Оно находится со стороны двоеточия. Спасибо. Хорошо. До свидания. Тогда, да, до свидания. Кто захочет смотреть разбор, до встречи через 10 минут. Здесь же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok